Во что поиграть в июне? В этом видеоролике, братик, я отвечу на этот вопрос и расскажу обо всех играх, которые выйдут в июне 2023 года на ПК, консоли и мобильные устройства. Игр у нас сегодня огромное количество в самых разных жанрах. И хорроры, и шутеры, и РПГ. Игрульки на любой вкус и цвет. Поэтому уверен ты найдешь что-то подходящее для себя. С тобой на связи как всегда отец Евген, добро пожаловать на мой игровой канал. Прожимай мне свой отцовский лайк за качественный контент заранее и присаживайся поудобнее. Приятного тебе просмотра. Ну а перед тем как мы начнем, напоминаю, что у меня есть ламповый игровой телеграм-канал, где я делюсь качественным игровым контентом. Сливы игр, бесплатные раздачи, бета-тесты, промокоды, фильмы по играм, сериалы и многое-многое другое. Например, прямо сейчас тебя в телеге уже ждет свежая версия мобильной варзоны, которую без проблем можно скачать и начать играть уже сегодня, не дожидаясь официального выхода. Ну и куча всего другого. Ссылочку на телеграм я оставил в описании. 1 июня на всех актуальных платформах выйдет ужастик Хаум Бадди, навеянный молодежными кинохоррорами 80-х годов. Главная героиня по имени Эмили вместе с приятелями из колледжа отправляется в отдаленный дом, чтобы поглядеть на пятиоритный дождь. Внезапно в доме выключается свет и на охоту выходит таинственный маньяк. Вам предстоит выбирать реплики в диалогах, незаметно исследовать дом, прячась в эти моменты от убийцы и решать головоломки, которых здесь будет много. В этот же день до ПК и Иксбокса доберется ретро-шутер по вселенной Hypnospace All To All. А название его Slayer X Terminal of the Match Vengance of the Slayer. Господи, кто ж такое название игре придумал, я чуть язык не сломал. Это настоящий бумер-шутер. В роли Икс-киллера вам предстоит дать отпор монстрам из псиндиката, которые крадут хак-кровь, текущую по венам Икс-киллеров. В борьбе с псиндикатом помогут стеклопушка, дермомет, Икс-тотурбоизувер, что это такое, хрен его знает, и другие незаурядные виды оружия. Честно сказать, я с этой франшизой не знаком, поэтому шутер не жду. Если кто-то из вас его ждет, напишите в комментариях. 2 июня на ПК и всех консолях выходит Street Fighter VI, продолжение популярной серии аргантных файтингов. В новой части реализованы быстрые и насыщенные схватки с красочными добиваниями, выполненными в стиле комиксов. В игре, помимо классического режима, есть и два совершенно новых. Это одиночная кампания под названием Мировой Тур, где нам нужно будет исследовать улицы Метро-Сити и знакомиться с различными персонажами, а также с мастерами, которые будут обучать ГГ новым техникам. И режим Боевой Хаб для онлайн-схваток с другими игроками. Как заверяют разработчики, шестая часть станет настоящей революцией в жанре файтингов и эволюцией одной из самых старых игровых серий. Лично я игру уже предзаказал и безумно жду ее выхода. 6 июня на ПК и консоли выходит долгожданное продолжение одной из самых популярных серий в жанре изометрических РПГ. Диабло 4. Новая часть серии будет еще ближе к ММО, чем Диабло 3. Например, отныне играть будет невозможно без подключения к сети, а сам геймплей будет затачиваться больше на командное прохождение. Хотя соло здесь по-прежнему остается. Но играть в пати до четырех игроков, согласитесь, куда интереснее. Игроки будут находиться в одном большом открытом мире, будут встречаться и взаимодействовать с друг другом. Они могут собираться вокруг спонтанно возникающих событий против боссов. Или в городах, где могут общаться и обмениваться предметами. Заявлено множество подземелий, зачищать которые игроки будут в формате рейда. Города станут хаб-локациями, а продвинутый редактор предоставит углубленную кастомизацию, которой ранее в других частях серии не было. Будут и микротранзакции, куда же без них. В основном донат это косметика, бусты в прокачке плюс боевой пропуск. Пусть релизный контент для Diablo 4, как заверяют разработчики, будет выходить гораздо быстрее и в гораздо больших объемах, чем это было в Diablo 3. А этот факт, как мне кажется, роднит ее с играми-сервисами, такими как Ханкай Старел или Геншин Импакт. Ну или Diablo Immortal на мобилке. В сегодняшнем списке игр это лично мной самая ожидаемая игра, которая имеет все шансы стать главной игрой этого года. Жми лайк, если ждешь ее тоже. Сразу после релиза обещаю сделать честный и непредвзятый обзор. Так что прожми колокольчик на канале, чтобы ничего не пропустить. В этот же день, что и 4 Diablo, 6 июня, выходит новая часть амнезии, The Bunker. Как и прошлые части серии, The Bunker это хоррор с видом от первого лица. События которого будут разворачиваться в заброшенном бункере времен Первой мировой войны. Французский солдат Анри Клеммен пытается пройти через жуткие испытания, вооружившись револьвером и фонариком. Жуткая атмосфера, отличные скримеры, все как полагается одному из самых старых и лучших представителей жанра. Если любите хорроры, пропускать эту новиночку крайне не советую. 14 июня ПК-бояре увидят Кроуд. Это ролевой экшен с элементами платформера и Митрейд Вани в фэнтезийном сеттинге. Сюжет рассказывает об ММА-бойце под псевдонимом Космос. Внезапно герой телепортируется из Нью-Йорка в безжалостный мрачный мир, населенный монстрами и волшебными существами. Он желает вернуться домой, но для этого ему необходимо добраться до Злого Стража, у которого есть магическая книга, способная открыть портал. В игре вам предстоит выполнять задания, собирать крутое оружие, убивать огромных врагов и использовать магические предметы, чтобы выжить в этом мире. 15 июня для ПК и консоли выходит еще один хоррор – Лэйрс оф Фир. Игра продолжит историю художника из оригинальной Лэйрс оф Фир 2016 года. Хоррор создается на движке Unreal Engine 5, поэтому сможет похвастаться трассировкой лучей, HDR, поддержкой 4К и технологией Lumen, которая усилит атмосферу ужаса. Если любите хорроры, то не забудьте добавить новую часть одной из самых страшных серий в свой список желаемого. 15 июня для мобильных устройств и ПК выходит Undone – на ММО-проект в мире постапокалипсиса. На Земле наступил самый настоящий зомби-ад, именно поэтому выжившим надо объединяться в отряды. Они будут строить убежище и отбиваться как от мертвецов, так и от вполне себе живых врагов. Разработчики обещают объединение PvP и PvE режимов в одно целое, что будет настоящим прорывом в мобильном гейминге. Проект разрабатывается на движке Unreal Engine 4, мы будем бродить по открытому миру, который по заявлениям разрабов поднимет планку для геймплея. В общем, нам по сути говорят, что это будет лучшая ММО-шка на телефонах. Я, если честно, к этой игре довольно скептически отношусь, не особо ее жду, но посмотреть и снять обзорчик буду не против. Для любителей управленческих симуляторов 16 июня выходит Парк Бэйен. В этой игре вам предстоит построить парк аттракционов с самыми крутыми развлечениями. Я, если честно, подобный жанр не очень сильно люблю, играл в довольно мало подобных игр, поэтому ничего конкретного по игрушке сказать не могу. Кроме того, что нашел о ней в открытом доступе. Нас ожидает много интересных персонажей и с помощью них мы будем строить успешную и прибыльную парковую компанию. А 20 июня свет увидит Алиенс Дарк Дэссен. Это тактическая стратегия во вселенной Чужого, в которой отряд пехотинцев пытается остановить вспышку ксеноморфов. Их ждет немало опасностей. Помимо самих Чужих, пехотинцы выступают против солдат корпорации Вэлланд Ютэн и разных чудовищ, которые никогда не появлялись в серии. Для успешного выживания нужно внимательно изучать обстановку, а на базе прокачивать личный состав и закупать новое снаряжение. Если вы любите тактические РПГ и игры по типу Икс Кома, если любите франшизу Чужого, то, думаю, игра вам точно понравится. Ну а 21 июня очередной хоррор для ПК Трипэнк 2. Это хоррор-шутер от первого лица, представляющий собой духовного наследника легендарной серии Фир. В игре присутствует возможность становиться невидимым, замедлять время и подкрадываться в стелс-режиме к противникам. Но главной фишкой проекта является революционный искусственный интеллект противника. 22 июня до консолей доберется недавняя новинка, которую вовсю уже опробовали ПК-бояре. Crime Boss Rock A City. Говорить много об этой игре не буду, скажу лишь, что ее довольно холодно приняли игроки. Рейтинг у нее слабенький, поэтому, честно сказать, я не знаю, кто вообще в это будет играть на консоли. Хотя, может быть, ради Чака Норриса попробуют. Он здесь довольно прикольный. В этот же день, 22 июня, эксклюзивно на PlayStation 5, выходит Final Fantasy XVI. Новая глава продолжит тенденцию действий в реальном времени. Вместо классических пошаговых боев нас будут ждать экшен-замесы, основанные на реакции. Действие игры развернется в мире Валлистея, который разделен на 6 королев, существованию которых угрожает чума. Мы применим на себе роль молодого рыцаря Клайва Россилда, который защищает своего брата Джошуа. Трейлеры выглядят многообещающе. И лично я серию Final Fantasy безумно люблю. Я играл во все игры, начиная с самых первых частей на первой плойке. Теперь вот всерьез подумываю, взять ли себе пятую ради этой игры. У меня до сих пор ее нет. Короче, посоветуйте ребят по-братски в комментариях, брать мне пятую плойку или не брать, стоит оно вообще того. Я реально уже пару недель голову ломаю этим вопросом. А еще в этом месяце, по некоторым слухам, поэтому без точной даты, ожидается релиз дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Это сюжетное дополнение, расширяющее историю оригинальной игры и добавляющее в нее новые локации, персонажей, оружия и квесты. Сами разработчики называют свое новое дополнение шпионским триллером, который раскроет лор игры еще в большей мере. Из двух вышедших тизеров можно сделать вывод, что по сюжету V придется поработать на правительство новых Соединенных Штатов. Новыми локациями станет новый район, правительственные учреждения, ночные клубы, подземные предприятия и какое-то загадочное, занесенное песком поселение. Выйдет или нет в июне эта пушечка, сказать точно не получается. Разрабы молчат как партизаны, но будем надеяться, что релиз все-таки случится. Лично я DLC очень сильно жду, это отличный повод вернуться в одну из моих любимых игр. Ну а на сегодня по сути это все, вот такой вот интересный игровой месяц нам с вами предстоит. Ставь лайк братишка, если хотя бы одна игра из списка тебе понравилась и пиши ее название в комментариях. Почему ты ждешь именно этот проект? Мне будет очень интересно прочесть твое мнение. Подписывайся на канал, если до сих пор на него не подписан и прожимай колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И конечно залетай ко мне в телегу, ссылочку я оставил в описании, там еще больше интересного контента для тебя. Ну а с тобой был отец Евген, увидимся в следующем видео, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok